Мы все решили пить Дюфастон. Чужого, что ли? Как сестра закинулся и пошел. Да-да-да, нормально все. О чем? Мы о том, что. Значит, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что мы можем пить Дюфастон и все хорошо. Конец кинул. Так. Значит, у нас любят его назначать как витамины. Да, как витамины. Это просто как прикрыть бумажкой проблему, а до причины не докопаться. Хотя причин может быть вообще множество. Почему отсутствует менструация? Да-да-да. Вот сейчас мы начали так шутить. Рисковато, наверное, я там вырежу. Но суть в чем? Если, кроме что тут говорить, ситуация в том, что да, мы как бы так, соответственно, получается, прикрывая эту проблему, мы не выявляем основной причины. И здесь могут быть очень серьезные риски. Мы можем не увидеть онкологию, да, потому что мы на нее забили. Мы просто, ну, чудо-таблетка, которую глотаем. Пациент не исследованный? Можно. Не исследованный. Ну, по сути, с витамином С пациенты отправили. Ну, такое условное. Да, вреда какого-то там. Мы решили, что вот глобально здоровье мы нанесем прием Дюфастон. Ну, он уже... Нау причину все вот так вот взяли и замаскировали. Да. Потом, может быть, да, не совсем онкология, но есть ряд пациентов, у кого гипофиза, да, происходит даже по генетической детерминированности. Ну, надо смотреть. Вот именно каждый пациент уникальный. И нельзя сказать, вот она там пришла, не собрав полный анамнез, иди, пей Дюфастон, и будет тебе счастье. Вот попьешь ты там, на отмене у тебя пойдут кровянистые выделения. Ну, дальше-то чем? Ну, месяц попьет, два, попьет, три. Проблема-то не решается изнутри. Да, и, опять же, вот мы сейчас говорили тоже о том, что вообще сегодня, мне кажется, мы еще в течение дня общались сейчас с коллегой, и мы, кстати, говорили о том, что вообще сам факт кровотечений, да, это не истинный факт, ну, в целом, что это даже не ситуация, что некоторые даже могут перепутать просто кровотечение и саму администрацию. Может быть такое? Может. Ну, просто девочка думает, что у нее выровнется цикл, а у нее на самом деле... Ну, так он искусственно создан. Да. Мы проблем не решили. Проблем может быть вот именно множество. Тут надо разбираться с каждым человеком абсолютно индивидуально. То, что он один такой великий, понятное дело, это, правда, как витамин С в наше время, но не помогает. Ну, они так подсаживаются, говорят, вот мне назначили, вот мне назначили, вот мне назначили. Ну, просто назначили, чтобы он успокоен был. Да, это то же самое. Дефостон, как эрозия. Вижу эрозию, беру и жгу. Надо, не надо просто. Беру и жгу. Ненормально. Да, нет месячных, давай-ка попей. Или ты уже хочешь забеременеть, давай-ка попей и дефостон. Ну, толку какого? Никакого. Вот многие пациентки, они у меня так выражаются. Ну, по крайней мере, когда я лечу диабет, и там они не в курсе о диабете, они говорят, я же не умру. То есть, и, наверное, нужно подчеркнуть здесь, да, и дефостон такую ситуацию. Речь не всегда идет о смерти. Конечно, конечно. Но можно жить такой уровень жизни, что, как бы, ну, может быть, это будет и не совсем жизнь даже, да, особенно для тех, кто все-таки интересуется детьми репродуктивной своей функцией. Опять же, мы говорим о неисследованном пациенте. Может потерять человек репродуктивную функцию, если он запустил на кого-то наследственные заболевания? Мы же гипотетически говорим о каких-то любых заболеваниях. Ну, у нас все может быть, но дефостон, он увеличивает шанс на беременность. Да, да, во всяком случае вот это надо учитывать, да. Да, он не увеличивает качество, там, ни овуляции, прогестерон, вот от этого у нас не зависит, да, количество его увеличится, но у нас же сначала вырабатывается желтое тело, оно выработалось и получается, вот он весь прогестерон. А у нас как назначают? У нас назначают его после, у нас даже назначают его неправильно, на какой-то 21-й день. Циклы тоже у всех разные. Поэтому и сдавать, если действительно человек хочет сдать, его надо сдавать за 7 дней до предполагаемой менструации, точка. Все, не на какой там 21-й, 18-й, 15-й, кто во что гораст. Окей, и вот раз мы сговорили о цикле, поправьте меня, вот если мы имеем такую длительную пациентку с уже нарушенным циклом, и бывает, они приходят, это там чуть ли не многолетняя история, мы же не можем с ними говорить 100%, что мы угадаем, когда теперь у нее должен соответствующий цикл. Нет. То есть это такая вещь. Мы должны сначала поставить вот именно диагноз, провести диагностику, потому что причина может быть вообще разная. Она может быть и генетическая, она может быть и маточная, и яичниковая. Проблемы с гипофизом может быть тоже, аденовым гипофизом. Поэтому надо так следовать и выяснить, что там внутри. Да, да. И я к тому, что ей не поможет. То есть у меня были такие случаи, я говорю, в практике. Ну, опять же, то есть я, естественно, я же не могу человека там внести, никого не отнимать, что ну препарат назначен уже год. И она говорит, вы знаете, это вот просто там вы, там или вот кто-то из врачей, и врачи там типа все плохие. Я вот в интернете почитала, есть такая техника, вот как вы говорите, на 21-й, на 1-й, на 10-й, на 20-й. Я говорю, а как вы понимаете, что у вас, ну, должен быть циклить его уже год? Ну, то есть нет, нормально. От чего вы отталкивались? Ну, и получается, что человек просто отталкивается от своих, ну, гипотетических абсолютно ни на чем. Ну, она помнит, что после дождика в четверг, когда-то у нее вроде было там год назад, а если неправильно, я говорю, вы где-то записывали? Ну, нет, я вот так чувствую, считаю, знаю. Да, нет вообще цикла обязательно довести всем женщинам, потому что это репродуктивное здоровье. Самое главное. Сейчас куча приложений классных, которые отслеживают. Забил первый и последний день, и все всегда удобно. Всегда удобно и врачу посмотреть, и если она там с чем-то сомневается. А так, ну, вот год человек маскирует проблему, она не решена, что там у нее, как. Чем дольше это оттягивается, тем это все усугубляется только. Особенно, если у пациентки есть репродуктивные планы, то это все только вот так вот отсрачивается, отсрачивается, отсрачивается. Еще один такой частный момент у пациентов. Многие ориентируются, якобы там, начало цикла на менструальные боли в сердце. Вот у нее не было, опять же, представим, год цикла. Она говорит, у меня пополел животик вчера. Я считаю, что это оно. Значит, я буду от этих болей отсчитывать прием гифостона. Но это не хватает. Это только в случае жизни. То есть вот боли, вот он отсчет пошел, значит, этого, надо от него отсчитать и назначить. Нет, это неправильно. Приходите всему научим. Не от каких болей. Боли могут быть тоже разной локализации. Ну, животик же маленький. И все. Значит, это вот. В животе не только матка с личниками. Там бабочки. Бабочки – это уже невротизм. Да. Это уже немножко другой против. Однако у нас психолог, гинеколог. Так что мы, наверное, тоже поговорим обязательно в следующих выпусках. Вы можете кстати, вы можете написать. У меня же, кто смотрит меня на ютубе, у меня там очень много психологии. Также, возможно, вы читали мою книгу по психологии. И, соответственно, вот, пожалуйста, вам еще один психолог. Вы можете пообщаться. Можете задавать свои вопросы. Да. Под постом. И мы на все ответим в следующих выпусках. Я думаю, что это будет интересно вам смотреть. Не меня, а нашего прекрасного специалиста. Так. Ну, пожалуй, все. Наверное, что пожелаем нашим зрителям здоровья. Крепкого здоровья. Да. Обращайтесь. Приходите на прием. И не надо маскировать проблемы, а надо их решать. Ведь здоровье только в ваших руках. А мы вам всегда поможем с этим справиться. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.